здравствуйте здравствуйте друзья из самого сердца кремниевой долины вы слушаете голос кремниевой долины которые на самом деле это просто мой личный голос с вами михаил портнов и тема у нас в преддверии приема заявок для участия в green card лотереи тема у нас такая она нам надо вообще часто спрашивают на эти вот вот мне там 40 лет мне 50 лет вот она мне надо или знаете стоит ли мне так как вы считаете стоит ли мне принимать участие в лотерее стоит ли мне вообще эмигрировать это может быть и 35 лет и 45 и 55 и 65 то есть самых разных сказать возрастных категориях люди спрашивают она мне надо и хороший вопрос на самом деле правильно очень важно что люди этим вопросом задаются я вопрос хочу расширить потому что дело не только в возрасте дело в том что в любом абсолютно возрасте одному человеку это надо а другому не надо вот знаете когда в сказке там да ведь не переговорит воду ведь козленочком станешь понимаете в данном случае но таким получается козлом уже выросли уже да уже не дети вот другое дело что чтобы не быть козлом сразу да ну так я я утрирую неплохо бы понимать что ты делаешь и зачем конечно логическое рассуждение это не единственное что ведет нас в жизни очень многие люди гораздо лучше преуспевают ежели как бы следует какому-то чувству например нежели логическому рассуждению не потому что у них логическое рассуждение на нуле не обязательно но просто может быть у них вот именно чувство сильнее продуктивнее есть на эту тему кстати исследования всякие сравнивают мужчин женщин и так далее вот говорят что вот женщины более интуитивные вот а мужчины более там логические тем не менее у женщин процент принятия правильных решений выше чем у мужчин ну там незначительно но выше поэтому все-таки там где можно задуматься да нет не грех задуматься вот при всем при том что вас может быть эмоциональная сторона куда-то вот ведет влечет все-таки задуматься бывающие неплохо и ключевой момент здесь вот какой с моей точки зрения вот человека который уже там 27 лет прожил в эмиграции и насмотрелся насмотрелся и насмотрелся я бы так сформулировал что как только мы перестаем воспринимать эмиграцию как цель относимся к ней как средству вот тогда очень многие вещи как бы с головы становятся на ноги знаете то есть человек сосредоточен на том каким образом он может эмигрировать вот у него есть лотерея green card вот он может там по рабочей визе если профессия вот он может быть там ученую степень еще он может по одаренности какой-нибудь или там родственники вдруг какие-то нашлись там близкие так далее то есть он ищет путь а зачем эти вопросы зачем очень часто уходит на второй план я видел времена собственно я думаю что многие из вас те кто постарше застали это время вот на рубеже восьмидесятых и девяностых вот когда вдруг открылись ворота и стало можно уехать 89 90 91 началась такая массовая эмиграция ну преимущественно это это была еврейская эмиграция так были возможности значит но я помню вот какие-то очереди в которых мы тогда стояли там для получения паспортов там всяких виз там и так далее и была масса народу ну так люди общительные там болтаешь для того очередь чтобы общаться это не то что сейчас вот соцсети есть тогда не было соцсети тогда в очередях все происходило и вот там пошат и куда едешь там да то что я ехали люди кто в канаду кто в сша кто в австралию кто в новую зеландию кто в израиль там и так далее в разные места люди ехали спрашивали куда едет я никуда он была масса массово такой был я никуда я откуда это понятно да это понятно но все-таки но все-таки я потом видел очень многих людей которые например вот в этой эйфории иммиграционные когда когда уже стадо идет и ты бежишь вместе со стадом и ты не спрашиваешь себя а куда куда бежим пацаны не важно стада понеслось и ты с этим стадом понесся стадо не обязательно представляет из себя всю страну стадо может быть твоим близким окружением я помню что знаете тогда были телефонные книжки такие бумажные и вот каждую неделю вычеркивался кто-то из этой бумажные телефонные книжки вот от 89 90 до 91 нас уже не было тогда 90 и все время в течение года там меньше пол книжки осталось телефонов но там новые люди возникали их родственники там на проводах встречаешься знакомишься записываешь какой-то кардинально кардинально менялся круг людей и вот я помню у нас есть приятель один мы пришли где-то мы были у него в гостях там был его старший брат который был хорошо устроенный мужик у него все было путем он был я никогда не уеду это вообще нельзя и через три месяца мы встречаемся с этим же самым братом на проводах там у каких-то общих знакомых и он оказывается он уже в подаче и и он говорит ни одного лишнего дня не могу здесь оставаться то есть вот эта массовая эйфория я я не хочу сказать психоз я не разбираюсь я не я не медик что вы там диагнозы такие ставить но во всяком случае что-то такое в атмосфере было что заводило людей у нас были ну близкие достаточно друзья знакомы которые в тот момент например уезжали в израиль при том что буквально там еще там три четыре пять месяцев шесть месяцев они могли бы пойти в американское посольство там вот так же как мы получить так сказать статус беженцы уехать в сша но они они говорят меня мы никуда мы откуда говорили они и потом оказавшись в израиле там кто через пять лет кто через 10 кто через 15 они потихонечку вот так кто в канаду кто куда и так далее то есть израиль тоже не такое место где каждому знаете медом намазано не каждому другое дело что ты можешь этого не знать это это правда ты можешь думать как я там буду жить а потом приехал и и расцвел а можешь думать что ты рожден для этой страны для этого места и так далее и потом ты Начинаешь его отторгать активно И не принимать Это все очень сложно заранее сказать Что тут говорить Давайте я разверну камеру Раз у нас солнышка нет Вот я люблю так Обозревать аудиторию Поэтому при всем при том При всем при том Что в этом есть элемент неизвестности Ты можешь анализировать И все это пойдет прахом Обычное дело То есть все это будет ошибочным Тем не менее Не спросить себя А зачем Было бы тоже странным Все таки мы взрослые люди Все таки мы берем на себя жуткую ответственность И за себя И за близких людей Я уж не говорю за членов семьи И детей и так далее Все таки Ради чего Где цель и где средства Если мы Иммиграцию Будем воспринимать Как цель То практически Гарантированно У нас будут проблемы Я видел массу людей С проблемами Массу И очень многие Я не хочу сказать что все Но очень многие Из этих людей Они ехали в иммиграцию Как цель Приехав сюда У них было ощущение Вот знаете как в рай Ну вот А что в раю Как люди обустраиваются в раю Вы когда-нибудь слышали такой вопрос Чтобы кто-то говорит Как мы будем обустраиваться в раю Нет Нет Рай это цель Вот живи сейчас так Чтобы попасть в рай А там что А может быть мне не надо Может быть мне лучше там еще куда-то Где я буду себя лучше чувствовать Понимаете И как конкретно там люди живут Ну то что после них осталось Знаете Как живут И не задается вопрос Рай это цель Это не средство Значит Иммиграция Это немножко другое Но многие воспринимают Вот как в рай попал В иммиграцию попал Замуж вышла Замуж за американца Жизнь сделана А она приезжает А он ей говорит Давай работать И она говорит Как же так Я же замуж вышла За американца Жизнь сделана И вдруг работай Доработать я и там У себя дома могла У меня вот приходит иногда Но сейчас меньше Было время вот Много девчонок привозили там Замуж Так сказать И Приходит американец Там приводит Какую-нибудь Ну супругу И говорит Вот там мне рекомендовали Вот может быть Вы там возьметесь И стоит этот супруг И последнее Что она в жизни хотела Это Работать Вот она стоит Она даже не понимает Что он ее привел Ну то есть Совсем чокнутый Она замуж вышла За американца Так это Выйти замуж за американца Для девочки Это цель Или это средство Это что И вот И вот Непонимание Такое Значит Ты думал Что пришел В конечную точку А ты пришел В начало пути Хотя конечно Мы можем Так сказать Философски Согласиться С тем Что всякая Конечная точка Одного пути Это начальная точка Следующего Но вот как-то Нет мысли о том Что есть следующий Понимаете Поэтому надо Спросить себя Дальше то что Закончили с этим Да вот мы сейчас Тут Ставим точку И мы теперь там А там что Кроме того Что конечно Есть проблема Что от себя Не уйдешь Вот допустим Мы знаем людей Которые там Да Мы все знаем людей Которые там В третьем браке В четвертом браке И все не то Почему Потому что он думал Что проблема в них А проблема в нем Очень многие люди Вам скажут Которые в третьем В четвертом браке Что если бы я тогда знал То что знаю сейчас Я бы продолжал жить В первом браке Ничего не изменилось Ну он то тот же Поэтому Некоторые думают Что проблема в стране А проблема лично в них Некоторые думают Что если они дорвутся До вот этого Этого и этого Они будут счастливы А дальше получается Нет Дальше получается Что этого мало Хочется же быть Не хуже других Хочет Понимаете Ты не можешь жить В богатой стране А сравнивать себя С теми Кто остался в бедной Уже попав в богатую Ты тоже хочешь быть Ну вот Как тут Понимаете И Ну Ну не хуже Вот эти хуже Люди уже Че ж там С теми Сравниваться А у тебя Профессии Оказалось Что нету Языка Оказалось Что нету Трудолюбие Какого-то Такого А чего Я должен Самое Свои там Вот пацаны Пусть пашут А я уже Такой заслуженный Я тут украл Там украл Здесь обманул Там еще что-то И шо я теперь Должен тут работать Ну я утрирую Есть люди Такие тоже Значит Они просто Не могут работать Мы все Кто здесь живет Вот мы все Мы знаем людей Которые работать В принципе Не в состоянии Не потому что У них руки-ноги Отвалились Или допустим Как-то они Дистрофию какую-то Переживают Нет Они просто Вот тут Они не могут работать И И вот это массовое Знаете Вот бизнес Говорит Бизнес Хочу бизнес А что такое бизнес Бизнес Это украсть Или Ну Можно по-честному Но тогда купил дешевле А продал дороже За пределами этого Вообще непонятно Что такое бизнес А если каждый может Вот так как-то Пойти и купить Продать уже сложнее Конечно Вот Так Где же тогда бизнес Что ты заработаешь на этом Короче Потерянных людей Очень-очень много Потерянных абсолютно Которые Которые Не в состоянии Вообще Не на ноги встать Не двигаться Никуда Абсолютно Дезориентированных В пространстве И Это не проходит Ну то есть У кого-то проходит А у кого-то нет То есть Безусловно Новый эмигрант Он немножко Дезориентирован Хотя сейчас Есть очень много Способов Вникнуть Посмотреть Увидеть Найти людей Тех Кто может что-то сказать По делу И так далее Конечно сейчас Можно очень хорошо Подготовиться К этому делу Но не сто процентов То есть Когда ты попал на местность Выясняется Что то что ты думал Что ты подготовлен Это не обязательно Вот прямо вот Настолько подготовленный Так же как многие люди Которые думают Что они английский Хорошо знают Приезжают сюда И у них шок Потому что они Не понимают ничего Но это не страшно Ну пройдет три недели Будет понимать Это очень быстро пройдет То есть Готовиться надо И готовиться можно И нужно Все замечательно Так вот Есть люди Которые сначала в шоке Потом раз два три И побежал А есть люди Которые в этом шоке Перманентно По жизни Знаете И вот они так вот Так живут Вы видите Много людей Которые там Семьи развалились Жена тащит на себе А он Весь такой Понимаете Возвышенный И Так вот Мало того Что он не зарабатывает Так он еще и нервы портит Ходит Тут ноет Воняет Там И так далее Дети С тобой разговаривать не хотят И шарахаются Потому что ты чокнутый И они это видят В какой смысле чокнутый Не приспособленный Ты Совет норовит дать Посмотрите Кто советы дает На форумах В соцсетях Кто советы дает Те кто вообще не в состоянии Сделать ничего Они рассуждают Они оценивают Они клеймят Они Они возмущаются Они Они все вообще знают Кто эти люди Полностью Понимаете Ноль Иначе У них бы и времени На это все не было Они бы сидели Они бы делом занимались Вот они ходят И они рассуждают Все это инокогнито Конечно Под своим именем Кто будет себя идиотом Выставлять И вот это вот Вот это Вы же видите Это все Вы же не слепые Ну пойдите Посмотрите Вот они Тысячами ходят Злобствуют Негодуют Негатив какой-то От них прет И так далее Все виноваты В их недееспособности Понимаете Не они же Они же Они-то Нормально Хотите быть В таком состоянии Спросите себе Зачем вам В эмиграцию Что вы тут Делать будете Какие Какое Такое Предназначение У вас в жизни есть Для реализации Которого Надо перебраться В другую страну Вообще У вас есть Предназначение Ну наверняка Есть У каждого Из нас Есть Что там А какое Вот в чем Ваше предназначение Понимаете Я не говорю Что Сидите дома Я не говорю Я говорю Спросите себя Зачем Очень многие люди Вот Движутся Там в Москву В Питер Да Там В Киев В большие города В столице Потому что Там где они родились Там они не могут пригодиться В смысле Они не могут Самореализоваться Они свое предназначение Ну никак Не реализуют Ну вот Нет возможности Проще было Когда все занимались Там сельским хозяйством Да Там он там Косой Тяпкой Ляпкой Граблями Там и так далее Это не надо было Для этого никуда ехать А сейчас то Когда все грамотные У всех интернет Когда столько идей Когда столько возможностей Ну Ну в селе С этим сложно Да Поэтому в город В большой город В столицу мира Там еще куда Поэтому Прежде чем Да Прежде чем Задайтесь вопросом Все лучше чем Потом столкнуться С этим же самым вопросом Но уже На стадии такой Более поздней И уж не дай бог Там Когда какие то проблемы Возникли дополнительные На этой почве Это уж совсем не хорошо Во всяком случае Это не Не поможет вам Избежать проблем Но поможет Снизить вероятность Оных Да Мы же видим Вот людей У меня был сюжет Недавно Что там Сколько там 26-27 процентов Людей Которые выигрывают В гринкарт лотерею Потом отказываются Ехать Они не хотят ехать О чем же они думали Когда играли Они не думали Они были Вот в этой Эйфории Понимаете Кто из нас Друзья Не записывался В очередь До того Как спросить Что дают Да Поэтому Давайте так Давайте сначала Узнаем Что дают А потом Будем записываться Будем записываться Хотя Конечно Бывает Что и Там Тебе говорят Что дают А ты даже Не в курсе Но все равно Записался Приобрел Но в крайнем случае Можно Потом Можно потом Сдать обратно Ладно Я тут Парковку Обыскался Вот мы с вами На этом месте Прощаемся И до скорых встреч До новых встреч Продолжение следует